Светит солнышко, витязево, бегают дети, много спортсменов. И самое главное, что сегодня вы увидите, это параллель. При каждом приезде я вижу здесь изменения. Сейчас уже выравнивают щебеночку и готовятся под заливку бетонной смеси для того, чтобы здесь все украсить. Ливневая система, в принципе, сработала, это самое главное. Вот теперь, друзья, немножечко новостей, которые сегодня меня зацепили. О чем я хотел бы вам рассказать. А потом прогуляемся до моря по нашей любимой параллее. Добрый день, дорогие друзья. Приветствую вас в городе Курок Тианапа от всей души, ребятки. Меня зовут Юрий Озаровский. И сегодня, честно, не хотелось особо записывать видео, потому что не хотелось выходить на улицу. Хотя у нас есть повод, нас разбанили. Какие-то еще не заметили, что мы были в бане. Люди подумали, ну не снимает и не снимает, пока видеосюжет. Накажусь в больнице, не особо хочется рассказывать о делах личных. Даша проходит сейчас кардиолога. Есть там кое-какие вопросы по здоровью. Дай бог, чтобы все дети здоровы. Вообще был мир во всем мире, это самое главное. Вышло солнышко. Температура воздуха не изменилась. Все так же осталось плюс 7. Но при этом стало гораздо лучше и круче на душе. А еще хочу показать вам первые листики. Посмотрите, какая красота. Зелень появляется. Это даже круче, чем цветение деревьев. Это плакучая ила. Территория детской поликлиники в Алексеевке. Смотришь на такие краски под солнышком. Уже верится, что совсем немножко будет очень-очень тепло. В прогнозах, в принципе, все так и есть. По поводу второго канала, дорогие друзья, ссылка есть в описании. Это резервный канал. Подпишитесь туда обязательно. Там будем проводить трансляции. Потому что сюда хочется выдавать только такой хороший, качественный контент. Многие, кто сейчас смотрят его в 4К формате, в восторге от того, что происходит на их телевизорах. Очень качественная картинка, звук, когда нам сильно не мешает ветер. И при этом наслаждение и погружение в Анапу на всю катушку. Так что обязательно подписывайтесь. Как сказал, ссылка в описании. По помощи солдатам посмотрите видеосюжет. Головка прошла обрисовку. Ни трески, ничего нет. Ее подрезали. Подрезали седлышки все на клапанах. А это вот такой прогиб был у головки. Мы сейчас занимаемся поиском новых буханок. Если есть у вас возможность помочь с этим, мы обязательно будем рады. Пишите мне ватсап, дам вам номер Максима. И вы сможете ему присылать свои варианты. Потому что очень тяжело, как говорит Максим матом, пей-пей-пей. Очень много нехороших людей, которые начали скупать машины, красить им губом и продавать на СВО в 2 раза дороже. И предлагают нам то же самое. То есть вот возьмите эту машинку. Он говорит, эту машину, которую нам приходится разбирать в голову, нам вернули с СВО. Покупали мы ее не с Максимом. Ребята сами себе купили. И мы помогаем с восстановлением. После этого продолжим уже закупки машин. Потому что, чтобы огромного количества сразу не стоялось. Но мы рассматриваем вариант. Если вдруг вот-вот есть готовая машина, обязательно предлагайте. После прошлого шороха в соцсетях, когда показывали захоронение мусора и сжигание его на пляжах, сейчас прокуратура взяла под свой контроль каждое сообщение о мусоре на пляже. Буквально недавно в соцсетях появилось там видео о том, что вот посмотрите строительный мусор. Приехали прокуратура с представителями полиции, администрации. И ой-ой-ой, откуда же там взяла на Джаматинском проезде этот мусор на пляжах. Ребята, у меня есть видео на канале, как трактористы меня туда выгоняли, пугали, сносили дюны. И это все именно дела были от фей третьей. Это так, если кто не в курсе. И как раз-таки там, когда сдвигали эти дюны, высыпали их в море. И мусор строительный оттуда оказался под песком. Сейчас песок из-за того, что нет растений сдуло. Дюны оголились и вылез весь строительный мусор. Плюс в том, что пообещали уже убрать то, что там есть. Но сколько его там осталось под этим песком, этого строительного мусора. И так повсеместно на пляже. Потому что те люди, которые зарабатывают баснословные деньги, не отдыхают на нашем Черноморском побережье, к большому сожалению. Не могу не прорекламировать наш телеграм-канал. Мореоз, дорогие друзья, подписывайтесь, добавляйте. Все новости выходят там гораздо раньше. Будем рады вас видеть, слышать. И в комментариях, особенно с утра, присылайте вашу погоду, дорогие друзья. Проходя досмотр в Крыму, я постоянно задавался вопросом, а что будет летом. Сейчас вот обещают, что в летний сезон скорость прохождения и количество пропускных пунктов на Крымском мосту увеличат. То есть не будет таких бешеных пробок. Бусквально недавно выкладывали видеосюжет о том, что люди стояли около трех часов. И там в конце экрана не было видно из-за того, что сломался сканер перед Крымским мостом. Я сам попадал в такую ситуацию, когда мы шли с гуманитаркой и перегружали вручную четыре машины груза гуманитарной помощи через дырочку сканера. И вот в такую ситуацию попали люди. Возмущаются. Будем надеяться, что все вопросы решатся и будет работать все очень быстро. Мы показываем везде такую красоту, цветение. А в Японии также начало цвести сакура. Для них это очень важное событие. В каждом городе есть своя сакура-эталон, по которой определяют начало цветения. В этих видеокадрах вы видите, насколько красивое действие начинается. Наши сады, те же самые черешневые, ничем не хуже. Просто видите, у них там это возведено в рамках события общеяпонского масштаба. Тем временем в Сочи на Розахутах наблюдаются огромные пробки из туристов, которые решили в конце сезона успеть докатать. Я в этом году ездил в Ахысах из огромных человек. Мне понравилось там. Единственное, не было снега, но его в тот момент не было нигде. Не стоял в очередях, то я в Ахызе на второй день накатался. Никогда такого ощущения не было. Прямо чувствую, что вот все прям хватит. В Сочи мне всегда не хватало, потому что я большее время проводил непосредственно в пробках перед подъемниками. Одна из жестких новостей о том, что беспилотник украинский пытался атаковать в Брянской области химический завод в районе города Сельцо. Это вроде бы звучит, ну, химический завод, там что-то такое. Но на самом деле, посмотрите, что производит этот завод и вам станет немножко не по себе. Две мои подписчики мне сообщили о том, что при попадании могло снести пол в Брянской области. Слава Богу, что наше ПВО отработали и туда не залетело все это. И мне рассказали о том, что там беспрецедентные меры безопасности. Но все равно, береженого Бог бережет, не дай Бог, конечно. На Белгородской области были также сегодня сбиты БПЛА. И, как сообщает губернатор Гладков, его обломки упали на гараж частного домовладения. К большому сожалению, у нас сейчас в СМИ не афишируется информация о том, что у нас есть прилеты. Делается это для того, чтобы население не сильно кипишевало. Кажется, надо говорить обо всем, потому что, как сообщает сегодня подписчица, сидели, отдыхали в Ниванапе, короке-баре и заказали песню офицеров. До этого, говорит, все нормально, соседний столик пел там тоже свои песни, а не свои песни. Вот после именно этой песни соседний столик встал, показал им файки, вышел. Но что сделала подписчица? Она взяла, пошла в туалете, набрала ведро воды, вышла, их облила. Те вызвали полицию. И полицейские, приехавшие, ну, когда узнали всю эту историю, ничего не сделали, развернулись и уехали. Подписчики в комментариях в телеграм-канале пишут, что девушка, конечно, очень большая молодец, но при этом надо быть аккуратным, а вдруг бы на обливание водой завязалась драка и, не дай бог, что-нибудь еще. Ну, видать, девушка была с хорошей, крепкой компанией, но эмоции у нее прям через край. Вот как такое может быть, что у нас наших военных за соседним столиком, ну, как бы, так сказать, отнестись к ним с неуважением? Ну, что говорить, что много провокационных видеосюжетов в телеграм-канале мне присылают. Я публикую, рассказываю о том, как в других городах везут себя и что, какие моменты говорят люди, которые приехали к нам сейчас. Читайте, будьте в курсе, еще раз призываю, подписывайтесь на телеграм. Разговаривая о том, какие деревья высаживают у нас на набережной, включились разговоры мои подписчики. И что они сказали, что хотели бы видеть любые деревья, кроме вот берез. Сейчас я стою как раз-таки под березой. У меня на машину с нее капает березовый сок. Можно показать, в каком состоянии сейчас вот эти вот березовые бруньки. К нам приезжает огромное количество аллергиков, которые пережидают у себя массовое цветение, когда выделяется пыльца, потому что вреда дышать просто невозможно. У нас их не так уж и много. Огромная просьба ко всем, кто думает, посадить березу или нет, этого не делать, потому что все-таки Анапа – это курорт. И таких раздражающих элементов для людей, которые приезжают сюда на лечение, должно быть как можно меньше. И у нас они гораздо раньше отцветают, не в таком большом количестве, и аллергики даже практически не замещают. Если вдруг ищете место, куда поехать, вот, пожалуйста, Анапа. Проверенное место многими людьми советуем. Сегодня Анапский водоканал опубликовал очень важную информацию для всех тех людей, которые приезжают к нам на отдых и живут у нас в Анапе, о том, чтобы они более разумно пользовались канализационной системой, так как от этого зависит и частота воды, которая попадает в море. Вы видите на фотографиях, сколько мусора разнообразного скидывают наши пользователи этих систем в непосредственно канализацию, которая забивает оборудование, выводит его из строя, соответственно, при таких вот и идут аварийные ситуации. Поэтому, друзья, используйте, если вдруг какие-то влажные салфетки, влажную туалетную бумагу, ну и другие средства гигиены, не кидайте их унитаз, а поставьте рядышком ведро, потому что потом это приводит к загрязнению нашего моря в первую очередь. Не забывайте лайкосик под видосик, подписывайтесь, чтобы не пропускать. Мы начинаем нашу прогулочку в поселке Витязево по самому притягательному месту. Жду ваших комментариев, что вы думаете о наших параллелях, это будет интересно. Под солнышком Витязево выглядит совершенно по-другому, нежели это в паслом на погоду, поэтому я думаю, что стоит прогуляться и посмотреть, какие изменения здесь есть. Ну, по этому моменту мы видим, что здесь все приводится в совершенно другой вид и будет очень красиво и классно. В дальнейшем выглядеть это там было на входе немножечко не очень. Здесь у нас уже завели бетончик, его даже закрасили, соединили ливневые системы. Ну, самое главное, чтобы была возможность их прочистить. У нас других каких-то работ здесь я не вижу, чтобы производились при подготовке к сезону. Музыка у нас играет в Вальме, туда заходили, там хорошие предлагают сырое вино. И мои подписчики оставляют очень хорошие отзывы о них. Если вы пробовали их продукцию, пишите тоже, нам это все интересно. И поворачиваем туда дальше уже к морю на параллелье. Чистенько все убрано, людей, правда, вот спортсменов видел и первую женщину, которые идут мне на встречу, не так уж и много, как я ожидал увидеть сегодня. Я думаю, это связано непосредственно с тем моментом, что прохладненько. Всего лишь плюс 7 температуру воздуха показывает. А это для прогулки не совсем мотивирующая такая тема. Я сегодня, когда сидел дома, на улице была такая пасмурная погода, вообще думал, выходить не буду. Окошко открываешь, что-то прямо, что-то, знаете, чуть ли не морозный воздух. Наверное, преувеличиваю сильно. Но все равно, то есть, по ощущениям было именно так. И снова изменения, друзья. Здесь была хинкальная. Очень много людей сюда ходило. Сейчас я смотрю, что поубирали все ограждения, заграждения. Интересно, чего же здесь ожидать в этом году. Неужели хинкальная уже здесь не будет. С левой стороны у нас неизменно. Рома, креп блины. Рома, ты еще будешь в этом году работать или нет? Интересно. Бедная фигура неизменно остается. Ее сломанная рука. Но ее восстанавливали. Опять обломали. Поэтому ее надо уже как-то делать в Венер. Без руки пускай будет. Очень жалко, что не все туи дожили до этой весны. Видите, одна погибла, одна осталась. Листочки меня вообще очень сильно радуют. Видите, на розовом кусте тоже появляются прям больших количеств. Главное, чтобы не было бы еще заморозков. В прошлом году такое было уже. Листочки появились, бац, заморозки пришли. Походу, зря наговаривал, но что, вот вон и люди, их туда и обратно идут. Выхожу на центр параллели. Здесь что-то тоже как-то без изменений. Все спит. Она, что ты хочешь, Юра? Ведь еще совершенно не те даты. Вот через месяца полтора здесь все закипит, забежит. Но хочется уже вчера, чтобы все приехали. Работа должна работать. Это зубастый зверь приглашает в свои двери. Если, кстати, были, напишите, интересно, там вообще что посмотреть есть или нет. Это крокодилы, рыба, рептилии, эзотические животные. Вот, здороваются подписчики тоже гуляют здесь. И опять зелень, друзья. Слушайте, я сегодня прям на зелень. Очень падок. Красота. Именно вот такие моменты с зелеными кустами прям топят сердце до глубины души. Мы проходим мимо гостевого дома Гагиппия. С левой стороны у нас Итаки. И здесь тоже тишина. Глядя на то, что нету никаких новых строительств, понимаешь, что, наверное, никаких особых изменений не будет. Вот самое интересное, это, конечно, судьба рваных парусов бывших. Полностью вся территория зачищена от торговых павильонов. И будем следить за тем, что здесь появится нового. Особо никаких движений не вижу. Просто расчистили полностью всю площадку. С левой стороны Орион. Сребренно-знойная улица. В поселке Витязева. Здесь хотя бы видно, что вот какие-то мужики что-то грузят в машину. Какие-то изменения. На самом деле изменения есть. И они вот впереди сейчас у нас будут. Именно из-за них я сегодня решил прогуляться по Витязево. Здесь выпускают на волю мои любимые пальмы. Которые уже много лет радуют поселок Витязева всей красотой своей. И Витязева пальмы есть. В отличие от той же Анапы, где они все погибли. За ними не ухаживали. А здесь вот каждый год, видите, их закрывают. А потом происходит целое действие по открыванию пальм. И потом они радуют наших отдыхающих везде. Здесь комплекс уже полностью разобрали. Можете увидеть, что ничего не осталось. Уже они стоят и ждут, когда их по местам, их славы развезут. И все, ребятки. Вот она красота. Вот это уже точно приходит весна. Все больше людей вижу, которые туда-сюда здесь ходят. Строители, отдыхающие. Это великолепно. По прямой такая видимость. Я даже отсюда уже с середины второй части параллели вижу море. Как я, кстати, счастлив, что прижились деревья. И они будут в дальнейшем дарить ей великолепную тень. Больше бы их со всех сторон. Был бы вообще очень классно. Но что-то ее размечталось. Раньше-то и этого не было. Были довольны. А если вспомнить вообще, что такое Витязево, как оно начиналось. Раньше центр был винзавод. И там даже сейчас очень много частного сектора. Кто сдает жилье. Там дома под ключи. Я часто снимаю. Рассказываю об этом. Жалко, не все, так сказать, рассказывающие об этом знают. Что даже в тех частях Витязева у нас полный себе проживают. Прекрасно отдыхающие. И раньше вот там сдавали свои шиферные домики. Кто-то просто свои домики. Отдыхающие приезжали к нам, селились. И потом с утра с винзавода сюда на море шли. Как на завод, как рассказывают местные аборигены с того времени. Вот с людьми в возрасте, когда общаешься обратно вечером, в обратную сторону. Так тоже. А здесь была просто тропинка некатая. Точки там торговые. Озера были в начале параллии. И селиться возле моря считалось наоборот как бы не круто. Это сейчас самая дорогая земля. Потому что это было опасно. Штагма, море, потопы. А сейчас чем ближе к морю, тем ты круче. У тебя богаче там гостиница и так далее. Видите, как меняются времена. Люди перестали ценить то, что они приезжают на курорт. И им надо ходить, дышать. Потому что когда ты вышел, наверное, в море, ты даже не подышал воздухом. А именно во время прогулок организм работает. Качается кровь. Работают легкие. И ты вдыхаешь в себя полезные морские сосновые пектины. И организм оздоравливается. Так что задумайтесь над этим. Не стоит селиться. Очень близко. И тем более история Витязьего, греческого поселка, говорит о том, что так раньше было правильно. Здесь фасад. Ролетов убрали. И больше никаких пока изменений нет. По сравнению с прошлой нашей прогулкой. Так что пока понять будущие моменты. Расположение здесь всего этого контента, параллели, я пока не могу. Будем следить за ситуацией. Видим, что песочек все так же остается на своих местах. И здесь никаких особых изменений не происходит. Тоже все замерло. Знаете, в ожидании чуда. И все эти погоды очень радуют. Я думал, подзамерзну пока буду идти на пляж. А на самом деле без ветрия. Пускай даже плюс 7, но плюс 7 без ветра. Я думаю, в ваших городах, а в Анапе тем более, приносят очень много удовольствия от таких прогулок. Вот действительно в этом году, несмотря на то, что ветра были, шторма были, сюда не так очень много и подзанесло песка. Конечно, без слез на такие места не взглянешь. Огромное количество мусора строительного, битые стекла. При этом это все на входе, на параллели. То есть где-то там за углом, что никто не видит. То есть по идее все органы ходят. Вот вам, пожалуйста, разнообразный строительный мусор. Здесь за Дюном вообще какой-то склад и свалка всего этого хлама. Туда дальше. Здесь у нас территория база отдыха Дюна находится. Который, кстати, недавно праздновал свое десятилетие. Здесь также, видите, что на Дюнах тут доски. Там дальше какие-то свалки, мусор. И вот, кстати, хочу показать, как ездят прям вот по кустам, на которых уже появляется зелень. Это непосредственно мотоциклисты. Здесь проезжали. Очень обидно, что вот так вот уничтожаются наши Дюны. Ну и тут, собственно, везде мусор, свалка и все остальное. Очень вот обидно видеть вот эти мотоследы. Прямо по растениям. Видите, они живые, эти растения. Уже листики выпускают, которые вот здесь пролетели. И на всем своем пути разрушали и Дюны и проезжали по растениям. Видите, тоже зелененькие листики. На них прям следы ведут через эти кусты. Здесь идем дальше. То же самое. Видите, листики выпустили. И тут же следы мотоцикла по ним. Потом поехали дальше. Здесь также вот прям по кусту проехала техника эта. Как говорят, спортинвентарь. И здесь тоже он повыше пошел. Красавчик какой. Тоже, видите, по корневой системе тоже выпускают листики. Пошел, пошел, пошел. Дальше так же самое по растениям. И вот они срыли и Дюну, перемешали растения с корнями. И пошли куда дальше? Правильно. По растениям уничтожая все на своем пути. Зато по кайфу покатались пацаны. Видите, с правой стороны растут, с этой стороны растут. А тут уже накатывает себе удовольствие личное. И да, все-таки дюна, дюна, дюна. А так, что там два мотоцикла может сделать дюном? А если это у людей прям кайф такой. Допустим, живет у нас два мотоциклиста, которые каждую неделю, два выходных, выезжают покататься по нашим дюнам. И проезжая, выкатывают себе такие дороги, уничтожают растения. А растения перестоят держать дюна. И в итоге мы получаем вот такие пространства без песка. А что-то они тут, знаете, по прямой поехали. Неинтересно тут было кататься. Им надо горки при горке, которые как раз-таки держат эти растения. Ну вот вам на примере показал, как исчезают дюны. Тут никто не даст соврать, что на выходе с паралии здесь у нас постоянно квадроциклы катались. Будем надеяться, что администрация обратит на это внимание. Больше мы здесь этих квадроциклов не увидим. Дай бог, когда-нибудь восстанавливаются эти дюмы, но я в этом не уверен. Ну и, собственно, здесь раскатывают себе дороги. А это первая санитарная зона, на которой никакой хоз деятельности, техники, и тем более спорт инвентаря, уничтожающего нашу растительность, быть не должно. Так же вот выход в паралии. Вернемся немножечко к строительному мусору, всему остальному на дюнах. Надо раскачивать тему, раз пока прокуратура взялась. Вот вам, пожалуйста, огромное количество битого стекла, слоями уже мусор. Там дальше огромное количество мусора. И здесь, в принципе, то же самое. С правой стороны, вот вам, пожалуйста, все дюны в строительном мусоре. И даже чуть в сторону дачи самого пляжа. Ну ладно, здесь тротуар, там разбитая тротуарная плитка, трогать не буду. Придем сюда прямо. Сколько здесь разнообразного строительного мусора. Повторяю, центральный пляж Витязево, это лицо поселка. И здесь не дюна, не песок, не пляж, а просто усыпано. Гвозди, шурупы. Огромное количество разнообразных там бетонных изделий. Здесь, как идешься, у нас ржавые гвозди торчат. Шикарно, да? Машину катаются. Администрация у нас вообще прям должна перед прокурором ответить на все 200%. Просто посмотрите, что здесь происходит. Ну, это варварство использования наших пляжей как свалку. По-другому это даже назвать не могу. Вы же видите это все, это же беспредел, ребятки. То есть, вот оно, пожалуйста, дальше. То же самое ситуация. Не где-то там чуть-чуть, знаете, Юра, что-то доколпался. Причем я это место показываю уже не один год. У нас все закрывают глаза, типа этого не происходит. Вот вам, пожалуйста, такая же насыпь. Вот вам, пожалуйста, такая же насыпь с мусором. Друзья, пишите прокуратуру, можно сделать это через госуслуги. Ссылайтесь на мое видео, буду вам благодарен. Давайте призывать к ответу всех этих людей, которые должны заниматься, как минимум следить, чтобы этого не происходило. Как максимум убирать, чтобы было чисто и хорошо для ваших приездов. Прокуратура, кстати, работает. Вы можете с уверенностью потратить немножко времени, говорю еще раз, через госуслуги, группа ВКонтакте. Написать нашим главным, как говорится, ответственным людям. И в основном это имеет уже воздействие, потому что прецеденты даже этого года это показывают. Дай бог, что так и происходило. И в дальнейшем в наши пляжи никого не поднималась ни рука, ни нога, ни желание колесом наехать на наши растения. Потому что их надо беречь и защищать. У нас никто не пришел там, посмотри, катается где-то какой-то мотоциклист или еще что-то. Вот вам, пожалуйста, люди пришли к морю. Люди пришли на песочек. Сегодня нам закат закрывает туча большущая. Вот вам, смотрите, с левой стороны гуляет семья целая. И обходим перс. Тоже люди, спортсмены, наверное, и-то фотографируются, дышат воздухом. И перселя развлекаются. Здравствуй, наше любимое морюшко. Здесь каблочки сегодня прорываются фантастические. Жалко, что не будет, конечно, солнышко светить на вас. Море чистое. Слушайте, я сегодня, думаю, не пойду купаться в море. Вот вчера посмотрел то, что оно такое беленькое было в районе Напоя. Здесь чистейшая водичка. То есть можно было занырнуть. Может быть, даже и зря не пошел. Видите, какая красота. То есть сегодняшнее наше видео сопровождает радостная новость, конечно, о разбании канала. Сказать, что я там грустил, что забанили. Нет. Вообще мы за несколько дней раскачали второй канал. И он уже вышел там на очень хорошие показатели. По просмотрам, комментариям, вашим лайкам. Так что ничего страшного. Живем, как говорится, один раз. Единственное, что многие так и не поняли, что мы были в бане. А не просто, как говорится, не занимались делом. Поэтому, друзья, подписывайтесь в Телеграм, ВКонтакте, Дзене, везде Юрий Озаровский. Буду вам благодарен и рад каждому из мест, в которых веду свой влог-блог. И борьбу за нашу природу, а также помощь нашим дорогим солдатам. Всех от души крепко обнимаем, сердце прижимаем. Спасибо, что смотрите, пишите свои комментарии. Не жалеете времени для того, чтобы отправить вашим родственникам видеосюжет, который вам понравился. Ну, а также рассказывать о нашей любимой Анапе всем людям, которые собираются ехать на море, приезжая сюда, влюбляются в нее раз и навсегда. Потому что, если избереть все, что у нас есть, то тогда Анапа не конкуренция, друзья. Видите вы, это вообще-то моя жизнь вся, мое детство, моя юность. И надеюсь, что моя старость. Пошпем чуть-чуть вода, потом сюда обратно вернется. Ну, а теперь по традиции для вас всех море. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...